Новости на Абазатове. В Абхазии не должно быть деления на своих и чужих, заявил Рауль Хаджимба на встрече с общественностью Галского района. Новый взгляд на старые проблемы. Фестиваль социальной рекламы в Сухуми привлёк к участию и взрослых, и детей. Аутизм – болезнь неизлечимая, но облегчить её симптомы можно. Шестилетнему Баталу Рати нужна помощь. Самый восточный и самый сложный район. В Гале встречу с общественностью провёл президент страны Рауль Хаджимба. Рассказал людям о программе развития страны и в частности приграничного района, а также поинтересовался у жителей района их проблемами и тем, как они их решают. С места события репортаж Марьянны Котовой. В Абхазии не должно быть деления на своих и чужих, начал свою речь президент Хаджимба в районе, где многие жители не имеют паспорта гражданина Абхазии или являются гражданами Грузии. Глава государства тем самым подчеркнул намерение всеми способами исправить сложившуюся ситуацию. А пока правовой статус гальцев не определён, необходимо наладить их нормальную жизнедеятельность в рамках тех возможностей, которые существуют на данный момент. То, что мы делаем в части, касающейся создания определённых возможностей для нашей страны, для нашего народа, точно так же должны быть реализуемы на этой территории Галского района. Никаких других подходов быть не может. Одним из самых насущных в Гальском районе сегодня остаётся вопрос паспортизации. Людей интересует, что вместо выданных, а после забранных обратно абхазских паспортов, им может предложить государство. На первом этапе вид на жительство, говорит президент. Вид на жительство позволяет вам, те, кто получит этот документ, иметь все права, кроме того, о чём мы здесь говорили. Служба в армии и участие в политических процессах. Как говорит депутат Народного собрания Гальского района Бижан-Убири, у многих людей возникли проблемы из-за признаний их паспортов недействительными. 129 пенсионеров перестали получать свои пособия. Возникли сложности и у молодых людей. Моя просьба будет и просьба всему населению дать возможность этим людям, пока эти паспорта действуют, оформить машину, взять права на эти все паспорта. Били случаи, которые не в районном масштабе, а в республиканском масштабе. По словам Рауля Хаджимба, в парламенте республики активно разрабатывают соответствующее законодательство. А что касается пенсионеров, то это необходимо решить в индивидуальном порядке. Говоря о районе в целом, Рауль Хаджимба отметил хорошие сельскохозяйственные и экономические перспективы его развития. Однако есть проблема вовлечения района в жизнь страны. Но если постараться, то, по словам президента, гальские поля могут обеспечить не только внутренний рынок, но и российский. Это богатый район. Самое главное не мешать району развиваться. Дать возможности людям строить свою жизнь. И тогда у нас с вами будут совершенно другие возможности не только для Галского района, но и в целом для всей республики. Но для начала нужно повысить уровень безопасности в регионе. Криминогенная обстановка, как отметил Рауль Хаджимба, остается здесь достаточно напряженной. Силовики чаще всего командируются именно в Гальский район. Однако без содействия местных жителей, уверен президент, с этой ситуацией справиться не удастся. Важнейшими задачами остается стабилизация криминогенной обстановки, борьба с трансграничной преступностью, создание условий для спокойной, стабильной жизни населения района. Мы нацелили все структуры на то, чтобы качественно изменить эту ситуацию. В этой работе мы рассчитываем на вашу поддержку, поддержку самого населения. Рауль Хаджимба известно, что правоохранительные органы и сотрудники таможенной службы не всегда выстраивают свои отношения с местным населением в правовом поле. Но президент заявил, что с этим беспределом местная власть будет активно бороться. Не должно быть такого отношения к людям, которые пересекают границу, едут сюда со своими грузами. Если это контрабанда, тогда там надо было бы и решать, а не здесь преследовать на рынке людей. Не будет этого. Никому это не будет позволительно делать. От 180 до 200 миллионов рублей планируется вложить в инфраструктуру Гала. В том числе отремонтировать дорогу между верхней и нижней зонами, что должно повлиять на развитие района в целом. Это важно, потому как наблюдается серьезный разрыв в уровне их развития. Например, в нижней части Гальского района нет ни одной школы, где бы преподавался абхазский или русский язык. По мнению главы местной администрации Тимура Нодарая, политика, которая проводится в школах нижней зоны, ударит по самим жителям. Люди не знают ни абхазского, ни русского. Как он будет жить в Абхазии? Как он напишет мне заявление? Как он обратится к президенту? Как напишет записку с вопросом? Это приведет к тому, что эти дети, которые кроме грузинского ничего не знают, тихо уезжают в Грузию. Если вы хотите, чтобы Гальский район весь переселился в Грузию, будете только грузинские преподаватели. Мы не собираемся запрещать обучение на родном языке, заявил президент Хаджимба. Однако, по его словам, недопустимо, чтобы в школах преподавание велось по учебникам, которые отрицают существование абхазского государства и разжигают рознь. Перед Министерством образования поставлена задача по внедрению образовательной программы, действующей на территории Абхазии в Галском районе. Неизвестны те учебники, которые сегодня имеют место в некоторых школах в Галском районе. Мы живем с вами на этой земле, и мы должны болеть за ту ситуацию, которая может сложиться от результата наших отношений здесь, внутри Галском районе, и в целом в Абхазии. И когда на учебниках, на обложке отображены Абхазия и Грузия, а между ними, разгрызающий эти территории, русский медведь, это не идеология, которая поможет нам. По словам местных преподавателей, чтобы обучать гальских школьников, по программе Министерства образования Абхазии необходимо обеспечить школу учебниками и кадрами. Также жители Гала интересовались, планируются ли возродить в районе чайную отрасль и получили положительный ответ. Негосударственные компании о чай возглавляет ОТУРБА. Мы сейчас вопрос решаем, именно где, в каком месте. И тысячу гектаров чая они будут заготавливать. То есть посевы. Это показатель, какие мы нерочительные хозяева имели плантации, уничтожили. Теперь по-новому будем делать эти все. Много вопросов задавали гальцы президенту. Например, о развитии спорта. Благодарили главу администрации Тимура Нодарая, подчеркивая в своих выступлениях мысль о том, что район может хорошо жить и эффективно трудиться на благо страны, если жители его будут чувствовать себя своими. Мария Накотова, Сыркова Гуха, Абаза ТВ. Алексей Шония назначен председателем Союза ветеранов Великой Отечественной войны Абхазии. Участвовал в сражениях в Ростовской области и в Украине был тяжело ранен в бою за взятие Киева. После возвращения на родину работал военруком в Кутовской школе. Во время Отечественной войны народа Абхазии ветеран встал на защиту родины. Тогда пригодились его навыки минера. Был удостоен медали за отвагу. Как рассказал Сергей Шония, главная цель Союза ветеранов Великой Отечественной войны сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за великую победу. 14 мая исполнится 70 лет со дня рождения Владислава Ардзенба, первого президента Абхазии, выдающегося государственного и политического деятеля нашей страны, вклад которого в становление современного независимого абхазского государства трудно переоценить. Первыми эту важную дату отметили в погранотряде Службы государственной безопасности Абхазии. Здесь при поддержке мобильного оператора компания «Аквафон» организовали вечер памяти Владислава Ардзенба. 70 лет по меркам кавказского долгожительства, конечно, не возраст. И если бы не коварная болезнь, человек, одно имя которого у любого Абхаза в мире вызывает пробуждение всех национальных чувств, мог еще быть с нами. Его уход в марте 2010-го стал поистине национальной трагедией. Каждый, кто когда-либо общался с Владиславом Ардзенба, пусть даже несколько минут, запомнил его навсегда. Я его видела всего однажды. Это было очень-очень давно. И нам всем было очень интересно. Я в 10-й школе абхазской училась, горской, вы знаете эту школу. Мы выбежали все посмотреть на него. Он был в плаще, тогда были очень модные, плащи до колена. Почему-то вот так вот. А он высокий, такой интересный. И вот я вот как сейчас помню, его лицо, его глаза, они такие добрые. Вечер памяти начался с минуты молчания, после которой пятилетняя Тамила Тачулия прочла стихотворение Виталия Аморщин, Апыза. АПЛОДИСМЕНТЫ Стихов и песен о первом президенте Абхазии написано уже немало. Но в каждой новой песне абхазский народ поет не только о Владиславе, но и неразрывно связанной с ним героической историей Абсна. И навсегда, в Европе и времена, наш парень честь, венчались мы сражениями. Помнят и чтят Владислава Ардзенба и те, кто знают его лишь по рассказам родителей, учителей. Главное, что ассоциируется у них с этим именем, это гордость за то, что они родились на абхазской земле. Он был не только президент, он был для народа и сам народ. В нем вот это вот, знаете, жило, этот патриотизм нашей родине, какой должен быть у каждого абхаза. И благодаря этому мы сегодня находимся у нас на земле. Мы гордо говорим, что мы абхазы. Он останется у нас всегда, и будем о нем вспоминать, будем о нем говорить. И в школе, и на улице, где бы это ни было, будем о нем вспоминать всегда. В этот вечер на сцене клуба погранотряда выступала народная артистка Абхазии Людмила Гунба, звезды эстрады Артур Лакарба и Мана. Каждая прозвучавшая композиция посвящалась памяти первого президента республики и всех тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость своей любимой Абхазии. Известного абхазского писателя Джуму Ахуба с 77-летием поздравил президент страны. Рауль Хаджимба пожелал ему долгих лет жизни, здоровья и благополучия. Джуму Ахуба – лауреат государственной премии имени Гулия и премии журнала «Дружба народов». Писатель, публицист, автор романов, повестей, сборников, рассказов и сказок для детей, переводчик классической литературы на родной язык. Его драматические произведения ставились на сцене Абхазского театра, по его сценариям снимались фильмы. То, что уделил мне внимание, поблагодарил, потому что сейчас не только внутри Абхазии, а за рубежом тоже большие сложности. На каждом шагу беседы говорили о нашей абхазской литературе, о языке, о традиции и так далее. Я очень благодарен ему, еще с добротой, с улыбкой. Я никогда не забуду. Большое спасибо. Об этом и других знаменательных датах подробнее в передаче «День в истории» сразу после выпуска новостей. Вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему летнему сезону, обсудил первый вице-премьер Шамиль Адзенба с руководителем Рицинского национального заповедника во время рабочей поездки. В частности, речь шла об обустройстве объектов инфраструктуры, общепита и охраны правопорядка. На встрече было решено в ближайшее время провести расширенное совещание по данным вопросам, сообщает пресс-служба Кабинета министров страны. Новый взгляд. Фестиваль социальной рекламы представил обществу новое видение тех проблем, о которых все мы знаем не понаслышке. В рамках фестиваля проводился конкурс участия, в котором мог принять любой житель страны. В результате было заявлено 150 работ, среди них социальные плакаты, ролики и городские скульптуры. Главным спонсором проекта выступила компания «Аквафон», которая особое внимание уделяет мероприятиям, связанным с благополучием жителей Абхазии. Даже самый маленький член нашего общества, понимающий простые истины человеческой жизни, мог принять участие в фестивале социальной рекламы «Новый взгляд». Его главная цель – привлечь внимание людей к существующим проблемам, ведь от решения большинства из них зависит жизнь и здоровье общества. Например, курение и медленная смерть. Об этом наглядно свидетельствует работа совсем юной Элины Зонтария. Она уже сегодня знает, что никогда в жизни не поддастся соблазну табака. Каждый показывал своей работе борьбу с этой привычкой по-своему. Всего в конкурсе было заявлено 10 тем, таких как «Мы граждане Абхазии», «Здоровый образ жизни», «Моя семья», «Мое богатство» и другие. Среди них была и свободная тема. Много работ посвящалось теме пьянства за рулем, так как она становится все более актуальной для нашей страны. Не меньше работ призывало к чистоте и трепетному отношению к природе. Беречь всем – это самое главное, потому что народ не может жить без своей родины, а мы должны ее беречь, чтобы она была чистой. Мы должны ее уважать, потому что это самое главное в нашей жизни, чтобы Абхазия расцветала. Тем более Абхазия когда-то была признана самой чистой. Мы хотим повторить это заново. Организатором фестиваля «Новый взгляд» стала администрация столицы. Конкурсная программа фестиваля социальной рекламы «Новый взгляд» началась 12 января 2014 года и закончилась 26 февраля уже этого года. Мы принимали работы в номинации «Социальный плакат» и «Социальные видеороли». Оценивать работу участников будет жюри, в состав которого входят художники, архитекторы и специалисты в области рекламы. Подобный конкурс проводится в республике впервые. Его можно назвать логическим продолжением выставки, прошедшей в 1997 году, в честь пятилетия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Первый мобильный оператор Абхазии поддержал этот проект, так как в коллективе компании «Аквафон» считают, что подобные конкурсы не только способствуют развитию потенциала талантливой молодежи, но и положительно влияют на идеологию нового поколения. Это очень важно, что общество само нам показало здесь свои проблемы и само предложило их решение. Вот сегодня это посествует вот этих вот плакатов, этих вот макетов, которые лучшие из которых уйдут на улицы города. Их увидит широкая публика. То есть проект «Преджить» он выйдет за рамки выставочного зала. И мы надеемся, что он внесет свою лепту в решение тех социальных проблем, которые стоят сегодня перед нашим обществом. Итоги конкурса социальной рекламы будут подведены через две недели. Победители получат ценные призы. На это в призовом фонде фестиваля предусмотрено 60 тысяч рублей. Амелия Сатурен, Торни Камичба, АВЗ-ТВ. Шестилетнему баталу Ратия нужна помощь. Ребенок болен аутизмом. Его готовы принять в Московском институте медицинских технологий. Но для этого родителям мальчика нужны деньги. Сбор средств для баталу Ратия проводит благотворительный фонд «Ашана». Эти звуки – все, что подвластно гиперактивному шестилетнему аутисту баталу Ратия. Люди часто спрашивают, что такое аутизм. Аутизм – заболевание, связанное с нарушением социальной адаптации человека, речевой функции, психического развития. Когда баталу исполнилось 3 года, родители заметили, что он отстает в развитии от своих сверстников. Почти не говорит, сбегает прямого взгляда, не играет с детьми. Обратившись к специалистам, им сообщили, что их ребенок – аутист. Сейчас баталу 6 лет, но он по-прежнему не произносит слов. Ребенок стремится найти себя в социуме, но все равно осторожничает, боится людей. Мама батала с трудом, сдерживая слезы, рассказывает, что отличие между ее мальчиком и другими детьми очень болезненно. Это мешает ему общаться со сверстниками, с детьми его возраста, ходить в садики, пойти в школу. В общем, то, что нет речи, это меняет всю его жизнь. Общается он, любит играть в мяч, катается на велосипеде, людей не выбирает, совсем не пытается найти по-своему общий язык. Но то, что нет речи, все равно ставит дистанцию между детьми и обычными. Невзирая на свою гиперактивность, батал предпочитает уединение, которое ограждает его от сильных переживаний, от того, что он не умеет общаться. Он любит играть в одиночестве, собирать пазлы. Мальчик пытается дружить со сверстниками, но те, считая неговорящего сверстника странным, не отвечают взаимностью. Однако с нашей съемочной группой батал вел себя, как и полагается, ребенку его возраста. Хулиганил, ломал игрушки и играл в догонялки. Мама батала говорит, что это он от радости, ведь с ним играют, как с обычным ребенком. Через год в жизни мальчика должно произойти важное событие, которое в наших с вами руках. Батал должен пойти в школу. Каждая мать об этом мечтает. Об этом я часто думаю, практически каждый день. В этом году особенно, потому что ему лишь шесть. Конечно, представляем его с букетом цветов, которые он тарит учительницами. Но все-таки надеемся, что этот день тоже настанет. Аутизм – болезнь, не поддающаяся полному излечению. Однако необходимо удалить симптомы заболевания и облегчить адаптацию аутиста. В Московском институте медицинских технологий готовы принять батала на лечение, стоимость которого чуть более 199 тысяч рублей. Врачи могут убрать гиперактивность и нервозность, создать условия для реализации возможности психики и социализации. Если вы решили помочь баталу Ратия, пусть вас не смущает цена спасения, ведь помочь может каждый желающий. Отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050, не отходя от экранов телевизора, вы можете внести свои 20 рублей. Копилку здорового будущего нашего маленького соотечественника. И может уже в следующем сентябре одна из школ столицы примет его в свой первый класс. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ. Помимо отправки СМС можно также воспользоваться услугой «Перенос баланса» – благотворительность. Все способы помощи можно узнать по телефону фонда 773-5050-921-0303 и на сайте благотворительной организации – ашанакбф.ком. От чистого истока в прекрасное далеко. Так называется общественная экологическая компания по защите малых рек республики, участие в которой в течение нескольких месяцев принимали дети из 18 школ Абхазии. 17 ноября 2014-го ребята организовывали локальные молодежные клубы и проводили исследования по расположенным вблизи гидронимам, составляли рельефные карты и очищали сами реки. Об итогах этой масштабной компании Илана Казанба. Сухумский дом юношества продолжает череду интересных, а самое главное – полезных проектов. На этот раз СДЮ организовал целую экологическую компанию, а помогали ее осуществить те, в чьих руках будущее. Школьники со всей Абхазии были привлечены к проекту от чистого истока в прекрасное далеко. По три школы с каждого района, одна городская, две сельские. Итог – десятки очищенных речушек и ручейков. В каждой школе создавался молодежный клуб. Этот клуб работал за пределами расписания. После уроков ребята собирались и работали, ну, разу в неделю были встречи, по четырем направлениям. Направления были такие – экологическое, в рамках которого осуществляется наша с вами компания, здоровый образ жизни, направление, гражданское образование, и самое главное – математика и другие точные науки. О том, что в Абхазии сложная экологическая ситуация, теперь говорят и сами дети. Они в ходе исследования стали свидетелями печальных и ужасающих картин. Груды мусора, бытовые отходы, консервные банки и наносящий неисправляемый вред окружающей среде полиэтилен стали привычными атрибутами рек Абхазии. Шок у детей вызывает тот факт, что все это – дело рук взрослых. Мы понимали, что людям безразлично относятся к этой воде просто. Мы убрали в конце и посмотрим, что будут дальше делать. Мы были шокированы, так как там было огромное количество мусора. И мы начали очищать. Также мы обратились к главе администрации нашего села. Он нам выделил технику. Исследуя реки, дети узнавали многое об их истории. Она порой интересна и поучительна. По преданию Бог уничтожил Атсана за то, что они не считали, что не нужно сорить и плохо относились к источникам жизни. Чтобы с нами случилось то же самое, нужно. Мы должны все вместе беречь природу и воду. Во многих городах в традицию входит День чистоты. Становится доброй традицией проводить День Черного моря. В этот день мы второй год подряд выходим на берег моря для уборки территории. Вода стала объектом исследовательской работы. Хотим отметить, что меняется отношение ребят к природе. Стали более ответственны за свои поступки. Глядя на вас, я верю в то, что мы будем лучше, сказал главный эколог страны Савелий Чатанава. Он отметил, что вклад Сухомского дома юношества в процесс развития и воспитания нашей молодежи огромен. Однако государство должно уделять больше внимания экологическому образованию подрастающего поколения. Отметил Чатанава. К сожалению, сегодня присутствует министр образования. Мы как-то имели разговор относительно введения в школьные программы предмета по экологии. Как это сделать? Конечно, это сложно, но и тем не менее нет невозможного. Один прошел и бросил фантик. Второй прошел и не поднял. Третий вовсе не заметил, что он речку потерял. Этот слоган дети придумали сами. Участники круглого стола выразили надежду, что подобные проекты будут иметь продолжение. Илана Казамаса, Крыгова, Гуха, Абаза ТВ. На Государственном театре драмы к юбилею абхазского народного поэта Ручбея Смэр приурочена премьера спектакля «Симра» под наименной поэме. Это сценическая иллюстрация произведения в исполнении актеров абхазской драмы, таких как Хибла Мукба, Даура Рухадзе и других. Режиссер постановки Мадина Аргун. Поэма посвящена истории махаджирства. В ней автор отразил судьбу убыхов, утративших свой язык. Поддержку в организации постановки оказали Министерство культуры и охрана историко-культурного наследия страны и Государственный комитет по репатриации. В завершении выпуска о погоде. В пятницу в столице Абхазии синоптики обещают переменную облачность. Не исключают они и вероятность дождя. Температура воздуха днем прогреется до 12 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет 10 градусов. Это вся информация. К этому часу следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова